Всем привет! У микрофона Амортис и это обзоры мобильных игр от Mob.ua. Сегодня мы побудем фермерами опять, покатаемся на танке, погоняем разноцветные шары и еще один шар с усами, порубимся в доту, которая не дота, и защитим камень жизни от злого колдуна. Поехали! Первая игра Top Farm, и тут в принципе с первых же кадров видно, что нас ждет. Даже еще раньше это видно уже из названия, и предчувствия не обманывают, перед нами снова все та же старая добрая веселая ферма. Может быть название и другое, но суть геймплей и даже графика практически такие же, как и во всех подобных играх. Строишь дома, выращиваешь скотину, собираешь кукурузку, улучшаешь дома, собираешь больше кукурузки, ничего оригинального, но кому-то это должно нравиться, таймкиллер ненапрягающий и няшный. Iron Force, так называется, вторая игра на сегодня. И да, опять танки, которые стреляют друг в друга. Ну, могу заметить, что графика здесь в принципе неплохая. На мой взгляд, все как-то серенько, но в целом неплохо. Локации построены так, что в тебя всегда могут засадить чем-нибудь из-за угла, но и открытые местности тоже есть. В принципе, тут тоже все понятно. Несколько режимов онлайн-игры, с друзьями и просто людьми из интернета. Возможность покупать новые танки и наворачивать старые. Некоторые пауэрапы происходят за счет покраски корпуса и наклеек. А еще можно потренироваться на ботах. В принципе, игруха веселая и пострелять денек-другой можно. К тому же, танки пока еще в моде. Третья игра называется Civiballs, и это довольно забавная физическая песочница. Смысл игры – закатывать шары в вазы. Шары разноцветные, вазы тоже. То есть, зеленые вазы предназначены для зеленых шаров, красные – для красных. Геймплей построен на физике и взаимодействии объектов и интуитивно понятен. К примеру, большой шар, очевидно, тяжелее маленького и пролетит не так далеко. А при столкновении более тяжелые штуки отталкивают более легкие. Также надо использовать окружение – луки, стрелы, струйки пара и так далее. Ну и для дополнительного интереса нужно собирать кристаллы по пути. Игра довольно неплохая и мне понравилась. Следующий наш пациент – Demon Rock War of Ages. И это Tower Defense. Для тех, кто не понял, что это за жанр – Дота. Это тоже Tower Defense. И, в общем и целом, Demon Rock похож на Доту. Также бегут волны мобов с обеих сторон и люто мочат друг друга при пересечении. Игроку предстоит выбрать себе героя и сражаться на своей стороне, собирая в бою лут для улучшения доспехов и оружия. Также ты будешь получать опыт и уровни для прокачки активных и пассивных скиллов. В игре есть несколько карт, довольно много видов врагов и даже боссы. Так что скучно не будет. Особенно любителям Доты. Следующая игра – Gentleman Ricochet. И она про рикошеты и джентльменов. Здесь интересная рисованная графика, а все персонажи – даже динозавр в котелках и костюмах. Даже луна в этой игре с моноклем и усами. Цель игры – запустить мяч так, чтобы он рикошете от стен добрался до финиша, по дороге сбив как можно больше звезд. Естественно, на уровнях есть и магниты, и всякие кнопки, и вращающиеся платформы, так что нужно будет хорошо целиться, чтобы попасть куда надо. Ну и последняя игра на сегодня – Tiffy Forest of Life. Это тоже Tower Defense, но чуть более традиционный, чем Demon Rock. Тут есть дорожки, по которым прут враги, и герои, которые этих врагов должны остановить. Главный герой – это тняшный зверек, который кидается копьями. При этом делает это не сам. Мы должны тапать по экрану, туда и полетит копье. И поначалу целиться довольно трудно. Копье медленное, а враги двигаются. Потом добавляются и другие герои, которых можно располагать на карте, у каждого свои характеристики и радиус действия. Они уже действуют сами по себе и помогают нам отражать волны. Игра трудная, но интересная, так что не дай слугам злого колдуна спереть камень жизни и свалить с ним. Ну а у нас на сегодня все. Подписывайся, лайкай и комментируй. С тобой были Федор Амортис, Николай Подгурский и обзоры от Mob.ua. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!